всем привет вы на канале необъяснимая с вами дмитрий сегодня я подобрал для вас самые страшные случаи со всего мира если вы готовы посмотреть эти страшные видео тогда подписывайтесь на канал мы погнали но прежде чем мы начнем я хотел бы порекомендовать вам подписаться на мой новый хоррор канал на рутубе ссылка будет в описании это какая-то мы под водой вот это поворот мы находимся под водой куда-то туда что ли что-то нет руку нет не вздумай сывать туда нет палец не суй туда в марте 2021 года житель северной каролины заметил странный отблеск это вспышка света была в дневном небе возле его дома он вытащил свою камеру чтобы посмотреть сможет ли он заснять на пленку что нибудь но все оказалось гораздо загадочнее чем они думали вот кадр без увеличений вы можете видеть что это похоже на очень короткое мерцание света больше ничего не видно только часть дерева но к счастью он снимал в отличнейшем качестве 4к 60 fps это означает что отснятый материал можно более тщательно проанализировать как объясняя загрузчик что когда он сделал кроп на 900 процентов большая вспышка попадает фокус и вы можете увидеть объект форме таблетки и он сказал что когда увидел это был просто потрясен потому что это его поразило так как это не то что он ожидал увидеть он сказал не знает что это такое вроде в форме таблетки так что думаете об этом причудливом видео но вот что это может быть остается загадкой жду ваши мысли по этому поводу в комментариях напуганный местный житель зо гайо считает что он запечатлил что-то паранормальное на свою камеру в мае 2020 года чат гассард был дома он был один когда начал сталкиваться с какими-то жуткими вещами они начали происходить у него дома и тогда он достал свою камеру чтобы попытаться задокументировать эти странные события и взгляните на то что он снял на камеру и в он снимал коллекцию фарфоровых кукол своей жены момент съемки одна из них начала двигаться внутри закрытого стеклянного шкафа как После этого еще более странная активность была снята на камеру в комнате. Гассер утверждает, что это не первый раз, когда он видит, как куклы двигаются. Ранее в этом же году он говорил, что видел, как одна из кукол скользила по полу без какой-либо помощи. Пользователь, загрузивший видео, говорит, что ему нужно как можно быстрее переехать, так как вскоре после этого наблюдения он в ужасе побежал в свою спальню. Боялся, что одна из кукол просто ворвется, сломав дверь. Когда кадры попали в социальные сети, зрители окаменели, многие призывали сжечь жуткое создание. Другие же говорили, что им следует вызвать священника или почитать молитвы внутри дома для защиты от страшных сил. А по факту это могут быть демонические силы. Так что бы вы сделали, если бы это произошло у вас дома? Пишите свои мысли в комментариях и не забывайте нажимать на ракетку в топ. Мужчина отправился с палаткой на отдых, когда начали происходить странные вещи. Видео довольно старое, еще двухтысячных годов. Автор расположился, расставил палатку и приготовил себе поесть. Но то, что произойдет ночью, может вас шокировать. Я не смогу это сделать в очень много времени, поэтому я thought, что я должен сделать это в первую season, чтобы это сделать. И это было бы. Это время. Солнце. Я думаю, что это примерно 8 часов. Должно быть дым здесь, не менее часа. Я могу немного уйти на деревья. Это было бы. Убивление. Это было бы. Девчонки будет. Девчонки будет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этом ролике команда исследует старый особняк в Дюнкерке, штат Нью-Йорк. Когда наступает вечер, парни приступают к исследованию старой собственности. Здание было построено в 1725 году. Световая башня впервые была установлена на мысе Градёк и работала в тандеме с маяком на причале, направляя корабли в гавань Дюнкерка на озере Эри. Вскоре это жуткое место стало печально известным из-за того, что в нём обитают привидения. Говорят, что жилые помещения старого смотрителя маяка полны загадочных событий. Как сотрудники, так и туристы сообщают, что играет музыка, а также они слышат бестелесный шёпот, а двери открываются и закрываются, кажется, сами по себе. В конце 1800-х годов смотритель маяка и ещё один рабочий пытались спасти двух детей, которые тонули на озере Эри. К сожалению, попытка спасения не удалась, рабочие и двух детей погибли. Многие местные жители верят, что их души обитают вокруг маяка и сегодня. Вернувшись в башню, Энджи и команда начинают слышать странные звуки. Позже вечером один из членов команды пытается связаться с обитающими там духами. Тогда одна из камер засняла что-то странное. Если мы замедлим кадры, то обратим внимание, что тёмная тень проходит справа налево. Исследователи ничего не замечают, но в этой комнате явно что-то происходит. Это не единственный раз, когда на маяке в Дюнкерке на камеру попало что-то странное. Несколько лет назад, во время другого паранормального исследования этого дома, на фото был запечатлён таинственный светящийся шар. Если вы увеличите масштаб, то увидите то, что это похоже на лицо. Оно сосредоточено внутри шара. А что делает это наблюдение ещё более жутким, так это то, что лицо имеет поразительное сходство с Питером Дэмпси, одним из первых смотрителей маяка. Дэмпси работал на этом участке 1885-го по 1900-му виду, совпадают с изображением внутри шара. Там в старом маяке обитают привидения. Учитывая сообщения от сотрудников и от местных жителей, таинственный светящийся шар, а теперь это тёмная фигура. Безусловно, всё это заставляет задуматься, не происходит ли там что-то паранормальное. А следующее жуткое видео снял парень из Индонезии. Он записывал ролик для своей девушки, как неожиданно сзади появилось нечто ужасное. А теперь посмотрите внимательно и обратите внимание на все детали. Неожиданно, когда парень снимает за его правым плечом, появляется жуткая женщина. Её кожа бледная, глаза впалые и светятся белым, они просто пустые. Есть несколько объяснений, либо это постановка, либо это женщина больна. Или же в кадре настоящая нежить. Обязательно пишите свои мысли на этот счёт в комментариях. Коллекционеры кукол Ли и Линдзи Стир однажды утром в марте 2022 года были потрясены. Они обнаружили, что одно из их новейших дополнений находится в другом положении, чем был ранее. Они проверили камеры видеонаблюдения, были ошеломлены увиденным, посмотрите. Ли и Линдзи управляют музеем предметов с привидениями. Живут в Ротерхиме Южный Йоркшир, а эта конкретная кукла однажды появилась у них на пороге. Не было ни записки, ни какой-либо другой информации. А подарена она была, скорее всего, анонимным благотворителем, который по вполне очевидным причинам давно хотел избавиться от неё. Когда пара загрузила кадры в социальные сети, они сразу же получили сильный отклик. И многие из их подписчиков утверждали, что это выглядит так, как будто куклу что-то сдвинуло. Какая-то невидимая сила обняла её. Говорят, что потому как кукла наклоняется вперёд, кажется, что сзади за неё цепляется маленький ребёнок. Ли, который занимается исследованиями паранормальных явлений уже более 20 лет, утверждает, что никогда не видел ничего подобного. Пара регулярно открывала свой музей с предметами паранормальной активностью для частных просмотров и исследований паранормальных явлений. Их музей содержит одержимые и пролитые предметы со всего мира. Так что же вы думаете об этой движущейся кукле? Напишите свои мысли в комментариях. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте переходить на мой новый хоррор-канал по ссылке в описании. Всего вам доброго.